В вечерах поединков по различным правилам, а здесь мы с вами видим ACB 17, Беркут и раздел Кикбокс, Кей-1. Хишама Шалхи это супертяжелый весовой дивизион как раз, вот то самое вкусное, то самое интересное. Или элита, как говорят, вот если мы берем все-таки и рассматриваем различные весовые дивизионы, элитарный такой корпус этих бойцов. Первую пару, как раз в этом весовом дивизионе мы сейчас увидим, Юрий Горбенко левша и Хишама Шалхи, которую я лично знаю, не послышка очень давно знаю, правша высокий этот боец. Хишама Шалхи, его лучшее достижение в профессиональной карьере, конечно, была победа на Татнефти, где-то, по-моему, лет пять назад. И тогда, конечно, слабый был турнир на Татнефти в супертяжелом весовом дивизионе, и тогда по-настоящему у Хишам не было серьезной позиции. А Юрий Горбенко имеет два поражения в своем послужении, 10 побед из них. Боец еще дрался лет пять назад в том числе с Анатолием Носаревым, и тогда Анатолий, уверенно, по-моему, выиграл без вопросов тогда Юрия Горбенко. Также Юрий дрался по смешанным единоборствам в ММА, боец из Украины, левша. Чем Хишам интересен? Во-первых, он достаточно легок для высокого супертяжеловеса, но при этом не обладает нокрутирующим ударом ни с рук, ни с ног, да и с коленей в том числе. Все время он свои бои одерживает по очкам, а если эти победы, они действительно за ним остаются, одерживает те самые победы только по очкам. По большому счету, огромное количество боев я его видел, в том числе и в любителях на чемпионате мира Бразилии, в разделе K1 по версии Вака, где Хишам проиграл уже в первом поединке американцу, причем проиграл достаточно, знаете, спокойненько, без каких-либо серьезных, созданных сложностей своему оппоненту из Америки. Хишам вот такой, боец настроения, при этом очень добрый, светлый парень, громкое количество диалогов с ним провел на различные темы, и о жизни говорили, и вот посмотрите, здесь, по-моему, было все-таки попадание, Юрий Горбенко упал от пропущенного удара, точно, потому что, напомню, весовой дивизион серьезнейший, супертяжелый, и вес конкретный в этом поединке за день до боя на официальном взвешивании, как раз Горбенко был 102 килограмма 75 грамм, но Хишам Ашалхи 98,2. Хишам очень часто, даже, знаете, проведя поединок, кстати, все время в Грозном против Турпола Такаева, истинной звезды клуба Беркута в этом самом дивизионе, причем, проведя по-настоящему конкурентно, он упал, с быточным там вместе Гуару уже проходил в таком очень прекрасном курорте, в Бразильском, на берегу Атлантического океана, проходил как раз тот чемпионат мира. И тогда Хишам Ашалхи также представлял Марокко, но иногда в профессиональных боях он представляет Голландию, но никогда не забывает про свою родину, африканское государство, которое дало, по сути, ему жизнь в единоборствах. Не показывает яркие бои Хишама Ашалхи, как я уже сказал, еще по ходу первого раунда, он, я думаю, что в этом случае так и не изменится. Молодой парень, но сейчас бьет вертушку, неудобную для себя же, и для Горбенко в том числе непонятную, очень некординированную, неподготовленную, сам уж чуть не свалился от своего собственного удара. Хишама при его данных, при его различной комбинаторике и обученности, в принципе, был бы прибавить тоннаж в ударе и, знаете, такую вот яркость в выполнении действий тех или иных, потому что все-таки часто он бывает, прям ловит паузу и засыпает по ходу боя. Естественно, по тактическим составляющим, естественно, нужно атаковать ему с правой стороны и коленом, и ногой, и правой рукой с Юрой Горбенко по ходу этого боя. Начинать любую атаку справа, завершать ее также справа. Все это, я думаю, принесет ему успех. Здесь подсекал Хишама Шалхея, своего оппонента из Украины, и в подсечке оказался сверху. Ну и, естественно, тут же вот мы очень услышали четкую, грамотную составляющую рефери в ринге, что нельзя этого делать по правилам. Вроде точно попадает сейчас вот Хишам с проникновением в область подбородка справа, но даже Юру Горбенко и не повело. А это, напомню вам, 100 килограмм весовой дивизион обоих парней. Весовой дивизион супертяжелый вес, естественно, но при этом 98 килограмм. С небольшим весит Хишам, и его оппонент за 100 килограмм, также с небольшим 102. Вот правый Лукик, точный, хороший, качественный балл, стороны Хишама. И нет продолжения. Вот, казалось бы, оно читается. Придумывает такое невероятное Хишам. Прыжковый удар с правого колена. Тот, который вообще в этой неподготовленной, не будет работать, слишком явный, на очень медленной скорости. Горбенко потом потерял, а вот этот правый Лукик очень жестко уже не первый раз завершает свою комбинацию. Кстати, вот тишина, на самом деле, в зале, в Колизее, в Грозном. Там, мы знаем, очень по-особенному относятся к единоборствам. Любят, любые единоборствы сейчас особенно. Мы говорим о развитии ММА. Да в том числе и профессиональный бокс. Знаете, вот такие площадки, это действительно мирового уровня пространства для проведения зрелищных, потрясающих спортивно-зветских или спортивно-зрелищных мероприятий в единоборствах. Конечно, я думаю, что каждый регион нашей страны хотел бы иметь что-то подобное. Почему бы не брать пример? А вот сейчас действие-то было очень грамотное. С стороны Юрия Горбенко высек первый раз, вернул должок Хишама Шалхи. Опять же, Юра пропускает правый Лукик очень жесткий по своей левой части бедра, левой ноге. Посмотрите, какие паузы у Хишама. Невероятно. Через паузу он работает с правым Лукиком. Все его левобоковые, правые кроссы. Другие удары, посмотрите, как он бьет. Здесь отсутствие техники, отсутствие ножа плотного удара. Единственное, что есть более-менее плотное у Хишама, это правый Лукик. Но, подчеркиваю еще раз, этого бойца непросто выиграть. Он сам по себе неярок, но подарить он никому не сможет тот или иной бой. И сам не будет являться подарком для кого. Вот Юра сейчас пропустил Горбенко несколько ударов, увесит их. Причем левый сбоку и тут же правый Лукик. И еще раз вправо настиг уже с руки Хишам Горбенко. Горбенко начинает терять функции. Это видно было еще в конце второго раунда. Сейчас явно он потерял их в третьем раунде. Поэтому, по большому счету, с такой функциональной подготовкой нечего делать на серьезных стадиях в тех или иных боях и по ММИ, и в кикбоксе. Смотрите, какие удары, какие вялые стали у Юры Горбенко. Не имеют никакой опасности. Он сейчас очень сильно потерял в функциях Горбенко. Трудно, конечно, смотреть подобные поединения, комментировать их в том числе нелегко. Они не вызывают оптимизма. Пропускает еще несколько жестких лоутиков Юры Горбенко. И сам сейчас Хишама Шалхи от своего собственного действия отправляется на носилку. Теряет рановесие, неприготовленный удар с левой ноги. И те самые паузы. Подбирается, конечно же, Хишама Шалхи. Ну и на самом деле все мы ждали побыстрее окончания этого поединка. Но не удался, прямо скажем, в бою ни для одного, ни для другого спортсмена. По сути, мы даже отчасти его пиковой мы подрекли. От Всевышнего и от родителей. От Всевышнего и от родителей. Продолжение следует...